Привет! Все вы хорошо знакомы с компанией «АвтоСтронг». А теперь познакомьтесь с нашим мото-брендом «МотоСтронг». Мы сами привозим и выбираем мотоциклы из Европы, отдаём предпочтение байкам с минимальным пробегом, без аварийного прошлого и в отличном состоянии. Все наши мотоциклы готовы к поездкам и любым проверкам. Нужен чёткий мотоцикл – айда в «МотоСтронг». Ссылочки и контакты в описании. Мы уже рассказывали о пятицилиндровом турбодизеле для автомобилей марки «Саньонг». Сегодня к нам на разборку попал младший двухлитровый двигатель. Итак, встречаем! Этот силовой агрегат выпускался с 2005 по 2015 год. Его устанавливали на такие лёгкие внедорожники «Саньонг», как «Кайрон Актион» и «Актион Спортс». В 2010 году этот двигатель модернизировали для новых моделей. По сути, он сделан на основе 2,7-литрового двигателя, но в нём отпилили один цилиндр. На этом двигателе встречаются надписи «Made in Germany», так как он ведёт свою родословную от двигателя Mercedes OM646. Общих деталей у них буквально нет. У этой турбочетвёрки чугунный блок цилиндров, крепкая двурядная цепь в приводе ГРМ, присутствуют вихревые заслонки во впуске, а у поздних версиях «Актион-2» даже есть балансированные валы. ГБЦ у этого двигателя уникального сочетания, а топливная система здесь Delphi, а не Bosch. Этот двигатель вполне надёжный и долговечный, без труда выхаживает 500 тысяч километров. Однако за некоторыми компонентами нужно пристально присматривать, потому что случались и тотальные поломки этого двигателя. Причём не так уж и редко. У этого двигателя не совсем удачный натяжитель ремня навесного оборудования. Здесь разбивается втулка под крепёжный болт, на котором качается коромысло натяжителя. Так вот, из-за этого перекашивается натяжитель вместе со своим кронштейном. Тогда происходит износ ремня навесного оборудования и его распушивание. Ещё и втулка под демпфер изнашивается, но на перекос натяжителя это не влияет. В этом случае появляется стук. Оригинальный натяжитель стоит 110 долларов. Предложений по заменителям предостаточно, но некоторые умельцы мастерят втулки, которые устраняют люфт. Сзади на двигателе проложены трубки системы охлаждения. Так вот, внимание заслуживает трубка, которая зафиксирована хомутом. Эта трубка идёт к теплообменнику. Со временем резина под хомутом истончается, хомут перестаёт надёжно фиксировать эту трубку или же лопается. В общем, утечка антифриза происходит здесь. Это место скрыто от глаз владельцев, поэтому стоит прицельно хотя бы раз в месяц посматривать вот сюда, не появилась ли здесь какая-нибудь утечка. Ну что, вы давно с ним не виделись и сегодня именно он поможет нам разобрать этот мотор. Итак, встречаем, Александр. Мы начинаем нашу разборочку. Вакуумный насос иногда требует внимания. Обычно приходится заменить прокладочку под ним. Также редко бывают случаи выхода из строя вакуумного насоса, и это ощущается по тяжёлой педали тормоза. Также многие владельцы дизельных «Сан Йонг» заметили, что из-за шарикового клапана, который находится в штуцере вакуумного насоса, разрежение, которое создается насосом, недостаточное. И от этого страдает работоспособность всех механизмов, которые связаны с вакуумом. А это не только тормоза, но и турбина, также вихревые заслонки и клапан EGR. В итоге у водителя появляется ощущение, что мотор начинает хуже тянуть. Но поиски истинной причины, почему это происходит, ни к чему не приводят. По итогу чистка этого клапана, либо же его удаление восстанавливают работоспособность вакуумной системы. Ранние версии турбодизелей D20DT оснащались турбиной Garrett с управляемой геометрией. Актуатор здесь имеет вакуумный сервопривод. А у более поздних моделей этих двигателей сервопривод электромеханический. За качество наддува, а именно за производительность турбины отвечает вакуумный модулятор. Именно он управляет геометрией. Так вот, новый такой стоит 70 долларов. Некоторые умельцы разбирают этот модулятор и чистят его. Кстати, интеркулер оригинальный тоже не особо долговечен. Он лопается вдоль одного из фланцев. На замену подойдет любой подходящий и более крепкий интеркулер. Клапан EGR у мотора 2.0XDE управляется под евро-3 вакуумом и электромодулятором, а вот под евро-4, как в нашем случае, электромеханическим приводом. Клапан с вакуумным приводом начинает барахлить из-за загрязнения его штока налетом из сажи и масла. Если EGR беспокоит, то его удаляют, а канал для подачи отработавших газов глушат. А вот для моторов с евро-4, для удаления EGR необходимо еще и программное удаление. Во впускном коллекторе двигателя под экологические нормы евро-3 установлены вихревые заслонки. Естественно, со временем они перестают открываться и закрываться из-за толстого налета из сажи и масла. А вот в двигателях под евро-4 вихревых заслонок нет совсем и нет никаких проблем. На корейские двигатели для автомобилей Сан Йонг устанавливали топливную систему Delphi. До 2010 года и после 2010 года ТНВД разный. Изначально устанавливали ТНВД DPF-1, вот как в нашем случае. А затем более надежный и долговечный DPF-3. У этого старого ТНВД очень замудренная система из двух плунжеров и роликов, которые находятся внутри кулачкового профиля, соединенного с приводным валом. Здесь очень крупные пары трения. При попадании пузырьков воздуха, воды, мусора. Ролики начинают обтачивать профиль и создается мельчайшая стружка. Следом стальную пудру покрупнее стругает подкачивающая секция и подшипники качения вала. В общем, этот ТНВД, то есть топливная система Delphi, не терпит заправку некачественным и грязным топливом. Как мы уже не раз говорили, надо менять топливный фильтр в системе Delphi только на оригинальный и раз в 10 тысяч километров. Сзади на ТНВД установлен регулирующий клапан. Иногда он выходит из строя и вызывает это проблемы с запуском двигателя. На диагностике выяснится низкое давление топлива. Так вот, если все форсунки прошли тест на слив топлива в обратку, но двигатель не уверенно запускается, и трубка обратки пережата, то тогда этот клапан AMV надо менять. Стоит он 215 долларов. И добавим, что топливная система этого двигателя начинает страдать от завоздушивания. Воздух попадает через штатные быстроразъемные соединения топливного фильтра, а также нештатные соединения, если владелец добавил грушу для подкачки, а также дополнительный фильтр тонкой очистки. Со временем, когда дубеют трубки обратки, то воздух просачивается через них, а также воздух просачивается и через резьбовые соединения корпусов форсунок. Форсунки для этого двигателя полностью ремонтопригодны. При наличии должной аккуратности их можно отремонтировать в гаражных условиях. Обычно при обнаружении чрезмерного слива топлива в обратную магистраль нужно менять управляющий клапан. Управляющие клапаны для Евро-3 и Евро-4 разные. Не оригинальный турецкий стоит 30 долларов, а оригинальный — 60. Обычно при замене управляющего клапана надо еще поменять распылитель. Кстати, новые форсунки Delphi для этого двигателя стоят по 360 долларов штука. И чтобы отремонтированные форсунки, либо же новые встали и начали нормально работать, надо скинуть старые адаптации. Кстати, со временем разбалтываются и подгорают электрические разъемы форсунок, а точнее штекеры. При этом появляется ошибка по потере связи с одной из форсунок. Проблема распространенная, поэтому производитель продает эти штекеры по 14 долларов за штуку. Здесь обязательно должно быть вот такое уплотнительное колечко, иначе вода может достичь обмотки электромагнита форсунки и натворить там дело. Больше всего на этом двигателе страдает от воды четвертая форсунка. И еще не такая уж редкая проблема — это прогорание огнеупорных шайб. Мы всегда рекомендуем превентивно менять огнеупорные шайбы под форсунками. А если владелец долго не хочет слышать шипения газов из-под одной или нескольких форсунок, то потом ему это обойдется дороже. И это еще не все. У этих двигателей под капотами автомобилей SunYong есть еще одна проблема — это попадание влаги в гнезда форсунок. Так вот, влага как-то пробирается и просачивается через декоративную крышку. Причем на декоративную крышку попадают даже брызги от луж. То есть температура и влага делают идеальные условия для прикрывания стальных форсунок легкосплавной ГБЦ. В общем, за этим моментом тоже нужно следить. И еще одна проблема — иногда трубка подачи топлива к третьей форсунке лопается со стороны топливной рампы. И тогда из-под вот этой вот гайки топливо начинает фонтанировать. И тогда будет и запах в салоне, и топливо под капотом. И третья форсунка перестает работать из-за нехватки топлива. Хуже всего, если это случится вдали от магазина запчастей. И поэтому владельцы всегда, ну, в большинстве случаев, возят вот такую вот трубочку. Владельцы автомобилей Сан Йонг с дизельным двигателем. Двурядная цепь ГРМ служит отлично, а вот ее гидронатяжитель иногда выходит из строя. К счастью, он не идет в отказ одномоментно, а просто перестает обеспечивать нормальное натяжение цепи ГРМ. После этого цепь ГРМ будет грохотать и после запуска мотора, и во время движения, а также при отпускании педали акселератора. Этот гидронатяжитель выходит из строя очень неожиданно. И поэтому владельцы автомобилей Сан Йонг с таким мотором возят с собой запасной. Его поменять в поле не составит труда при наличии головки на 27, и этот болт затягивается с усилием 65 ньютон-метров. Ну а теперь поговорим о состоянии кулачков распредвалов. В общем-то, всё отлично. Напомним, что чёрное масло – это абсолютно нормально для дизельных двигателей. Бывают случаи перегрева этого двигателя, что приводит к нарушению герметичности по прокладке ГБЦ. И в этом случае двигатель надувает систему охлаждения газами из цилиндров. Кстати, к перегреву приводят не только загрязнённые радиаторы, но также заклинивший термостат и сильно изношенная помпа. Ну и по состоянию здесь всё не так уж и плохо. Ну а теперь о состоянии. Хон есть, но слабенький и видна выработка практически в каждом цилиндре. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну а теперь по состоянию цилиндропоршневой группы. Здесь у нас уникальная ситуация. Обратите внимание, что нет части шатуна. Так вот, мы так подумали, что, скорее всего, кто-то не дожал вот эти вот шейки. Шатун срезал, он начал барабанить по блоку, пробил одну сторону блока, вторую сторону блока, потом поддон. Затем, скорее всего, он покинул чат, но оставил отметины и на поршне, и на коленвале. Ну и хотелось бы обратить внимание, что здесь массивные поршни, высокие маслосъёмные кольца. Кстати, они не закоксованы. Остальные поршневые кольца, компрессионные, не залегли. Ну и по состоянию вкладышей для мотора 2007 года я думаю, что это нормально. Ну и коленвал визуально неплох. Ну и верхние коренные вкладыши в хорошем состоянии. Ну что, разборка закончилась, и сегодня мы разобрали, в принципе-то, надёжный корейский двигатель. Следите за несколькими нюансами и мелочами, и он пройдёт более 500 тысяч километров. Обслуживайте его хорошо и качественно. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали такие вот подробные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео, поделитесь этим видео в соцсетях и напишите комментарий. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтрон».